Это программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Все дороги ведут в Баку, как Азербайджан сегодня формирует глобальную мировую повестку. Еще один шанс для Армении. Почему Ереван должен внимательно прислушаться к президенту Азербайджана? Ведут себя не по-соседски. Москва призывает Армению не переходить красную черту в отношениях с Россией. На неделе стали известны даты проведения конференции ООН по изменению климата КОП-29 в Азербайджане. Она пройдет с 11 по 22 ноября этого года в Баку. Президент Азербайджана Лихамалиев заявил, что его страна настроена внести свой вклад в зеленый переход на нашей планете. Проведение КОП-29 в Азербайджане является признанием усилий Азербайджана в отношении зеленого перехода. Мы намерены внести свой вклад в решение проблемы климата. Все, что мы делаем в отношении зеленого перехода, уже имеет практические результаты. Алиев ответил критикам, которые недоумевают, почему конференция по климату пройдет в стране, богатой углеводородами. Наличие нефти и газа не является нашей виной, отметил президент Азербайджана. Он посоветовал критикам посмотреть на его страну под другим углом, на государство, которое может объединять сотни стран для решения глобальных вызовов для человечества. КОП-29 станет для нас первой возможностью показать, что живущая самостоятельно и ни от кого не зависящая страна может успешно развиваться. Это демонстрация правильности нашей политики. Политики, которую Азербайджан проводит на протяжении последних 30 лет. У нас есть возможность объединить различные страны. Это именно то, что необходимо сейчас для решения климатических проблем. Альхам Алиев напомнил, что Азербайджан 4 года председательствовал во втором по повеличению после ООН Международном институте, объединяющем 120 стран движений неприсоединения. Азербайджан является членом организации исламского сотрудничества, в которую входят более 50 стран. Азербайджан подписал декларацию о стратегическом партнерстве с 9 членами ЕС. Поэтому его страна заслужила право поднимать глобальные проблемы. Сегодня Азербайджан находится среди тех стран, которые формулируют повестку современных международных отношений. Баку же по-прежнему это та мировая столица, где решаются самые важные и ответственные проблемы. И плюс куда приезжают лидеры и политики, дипломатии и современного общественного мнения. На неделе в Баку состоялся 11-й глобальный Бакинский форум. Тема этого года как никогда актуальна – восстановление раздробленного мира. Форум посетили более 400 гостей из 68 стран мира. Азербайджан уже не первый год является перекрестком большой политики. Нынешний форум проходит, конечно, в условиях, когда рушится старый миропорядок. Каким будет новый, пока что не ясно, поскольку трансформации происходят буквально на наших глазах. Но то, что Азербайджан задает тонн мировой политики дипломатии, ставя глобальный вопрос, заслужит как минимум огромное уважение и благодарность. Сегодня Азербайджан выполняет работу, которая должна делать штаб-квартиру, но где нет консенсуса, к сожалению. В данном случае мы видим площадку, такой Каспийской ООН, где де-факто вопросы, которые не способны решить. Скажем, в Нью-Йорке они сегодня решаются. В своем выступлении Ильхам Алиев заявил, что мир стремительно меняется. И важнейшим геополитическим изменением, произошедшим с момента предыдущего форума, Алиев назвал восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. По мнению Ильхама Алиева, опыт Азербайджана в будущем может помочь разрешить, казалось бы, неразрешимые конфликты. Однако не всем триумф Азербайджана пришелся по душе. Некоторые западные страны не разделили с Азербайджаном радость от восстановления исторической справедливости. Реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной. Было предпринято пять попыток вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН и наложить санкции на Азербайджан за то, чего мы не делали. Мы не сделали ничего, противоречащего международному праву. Все эти пять попыток провалились, поскольку другие члены Совета Безопасности не поддержали их. После этого было еще несколько попыток ввести санкции против Азербайджана в Европейском Союзе. Эти попытки также не увенчались успехом. Мы видим абсолютно продолжение колониальной практики Франции, которая взяла под свой контроль и опеку Армению и делает из нее копье новой агрессии и дестабилизации в регионе. Мы видим различного рода азербайджанские резолюции инициировать в тех или иных парламентах и странах. То есть вместо того, чтобы приветствовать и поддержать мир, мы видим снова стремление развести здесь новые войны. Это та же старая порочная колониальная практика, в которой и старый, и новый свет решали свои проблемы. Политическое противостояние Баку и Парижа уже выходит за пределы дипломатических границ. Иль Хамалеев был вынужден открыто обвинить Францию, что, потерпев поражение в ООН, Елисейский дворец начал от отчаяния воевать с азербайджанскими памятниками. Во французском городе Эвен, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтесси Натаван. Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. А ведь когда-то отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле. Было много деловых и политических контактов. 13 городов из каждой страны заключили соглашение, назвавшись городами-побратимами. Но сейчас ради геополитических амбиций Париж готов идти на конфронтацию. Баку же призывает восстановить раздробленный мир. Получается, что именно Азербайджан, а не Франция, как бы ей не хотелось, сегодня определяет повестку для большой мировой политики. И пока президент Франции пытается повысить градус вооруженных конфликтов в разных точках мира, Азербайджан налаживает связи с соседями и призывает к миру на Южном Кавказе. Об этом во второй части нашей программы. На неделе Ильхам Алиев сделал оптимистичное заявление об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру. Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде. Мы так думаем. Азербайджан готов продолжать мирный процесс. Уже возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе. И все же столь позитивное заявление Алиева сильно контрастирует с мнением армянского премьера Пашиняна, который недавно заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим. Более того, его министр иностранных дел Рарат Мирзаян говорил об экзистенциальных угрозах для его страны. И, естественно, они исходят, по его мнению, прежде всего от соседей. Есть гигантские, я бы сказал, экзистенциальные проблемы для Армении. Есть международные акторы, которые заинтересованы в том, чтобы Армения перестала существовать. Есть акторы, которые имеют притязание на суверенные территории Армении. В таких условиях не может быть все в розовых тонах. Напомню, что Ереван обвиняет Баку в оккупации 31 армянского населенного пункта в пяти областях общей площадью около 200 квадратных километров. В Баку эти заявления армянских властей опровергают. Совершенно необоснованно говорить о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, были оккупированы до тех пор, пока не будут определены границы. В свою очередь, Азербайджан требует возвращения четырех неэксклавных азербайджанских сел, которые были оккупированы Арменией. Что касается четырех неэксклавных сел Азербайджана, оккупированных Арменией, Баганис-Айрум, Ашак-Аскипара, Хирим-Ли и Гизел-Хаджилы, то их принадлежность Азербайджану не подлежит сомнению, и они подлежат немедленному освобождению. Еще четыре села Азербайджан хочет вернуть в ходе процесса делимитации границы. Вопрос по четырем контролируемым Арменией эксклавным селам Юхары-Аскипара, Софулу, Бархуд-Орлы и Кирки Азербайджана будет решен в рамках процесса делимитации армян-азербайджанской границы. Никол Пашинян во время своей пресс-конференции дал понять, что не исключает передачу Азербайджана населенных пунктов, которые во времена СССР являлись территорией Азербайджана. Бывшая административная граница, существовавшая во времена Советского Союза, это то, что находится по ту сторону этой административной границы. Условно является Азербайджаном. То, что находится по эту сторону, является Арменией. В процессе делимитации мы должны работать над воспроизведением этой границы в каком-либо формате. Мы должны исходить из реальности де юре. То, что является Арменией, является Арменией. То, что является Азербайджаном, является Азербайджаном. Президент Азербайджана не раз говорил, что делимитация границы – процесс длительный и может занять годы. А вот мирный договор можно подписать раньше, но Азербайджан требует юридически кристально чистый документ без подводных камней, в котором Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану путем изменения некоторых пунктов Конституции страны. Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира. Конечно, это серьезный шаг для руководства Армении, поэтому им некуда спешить с подписанием мирного договора. Ко всему прочему, Ереван надеется на поддержку Запада, чтобы получить более сильную позицию на завершающем этапе переговоров по мирному договору. Поэтому нередко обвиняет не только Баку, но и Москву в нарушении трехстороннего соглашения. Российские эксперты уверены, что такие заявления нужны исключительно для привлечения внимания. Главная задача армянской руководства – это манипуляция общественного мнения, воздействие на общественное мнение. Для этого делаются разные роды заявления. Эти заявления делаются не с расчетом на конкретные политические шаги, а с расчетом повлиять на состояние умов. Как в собственной стране, так в том числе и также там французам. Чтобы они, так сказать, вот обращали внимание на Армению. Но если в Ереване делают заявление ради громкого заявления, то в Баку любые слова всегда подкрепляют факты. Согласно акту о капитуляции, который Армения была вынуждена подписать 10 ноября 2020 года, они обязаны были вывести свои оккупационные силы из оставшейся части Карабаха, которая в то время находилась не под нашим контролем. Но в течение трех лет они этого не сделали. Они не только не вывели свой почти 15-тысячный военный контингент, но и контрабандой переправляли в Карабах оружие, мины, боеприпасы, воспользовавшись ситуацией, когда мы не контролировали передвижение на этой территории после Второй Карабахской войны. С восстановлением нашего контроля за передвижением эта контрабанда прекратилась. Тем не менее, во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 миллиарда долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 миллиардов долларов. Возникает вопрос, откуда у Армении столько денег? Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно. И сейчас Ереван делает ставку на западное оружие, причем надеется на безвозмездную военную помощь. Активнее всего здесь ведет себя Франция. Российские эксперты уверены, что если из-за несговорчивости Армении вдруг случится обострение, то умирать за нее никто не будет. Если рассматривать отношения как рыночные, ну да, хотелось бы потеснить Россию, хотелось бы закрепить за собой рынок вооружений, пусть не очень большой, но все-таки рынок. Но совершенно другое дело, это быть готовым воевать за Армению. Причем, собственно говоря, даже не совсем понятно с кем. Не в Турции завоевать, Турция сама члена едва лица завоевает жаном. То есть, в общем, здесь гораздо больше вопросов, чем ответов. Сейчас для Армении самый лучший расклад – договориться с Азербайджаном и выйти на мирный договор. Раз Ильхам Алиев считает, что стороны близки к этому, как никогда надо использовать этот шанс. После возвращения оккупированных земель Азербайджан требует только одного – навсегда искоренить даже мысль о реванше, и мир на Южном Кавказе станет реальностью. На неделе Никол Пашинян в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении сделал ряд заявлений, которые могут изменить ход истории российско-армянских отношений. Пашинян впервые публично заявил о возможном выходе из организации коллективной безопасности, если ОДКБ не ответит на вопрос о зоне своей ответственности. Проблемы между Арменией и ОДКБ решатся, если ответы организации будут соответствовать представлениям Еревана. В противном случае наша страна выйдет из Союза. Когда? Я сказать не могу. Подготовка к разрыву с ОДКБ ведется уже почти полтора года. В ноябре 2022 года Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах показаний о помощи Армении на заседании организации в Ереване. Поскольку документ не содержал оценки, как он выразился, агрессии Азербайджана. В 2023 году Ереван отказался принимать участие в военных учениях Союза, а в сентябре 2023-го президент республики Ваган Хачатурян отозвал Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя страны ОДКБ. В МИД России жестко отреагировали на угрозы Еревана. Нас не может не настораживать контрпродуктивное и ультимативное, а порой и оскорбительное риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации, насаждается буквально так, насаждается армянскому обществу. Вы знаете, я хочу обратить внимание, ОДКБ это и страны, и государства, и люди, которые на протяжении десятилетий формировали не просто эту организацию, а формировали эту самую безопасность, которая обеспечивала мир и стабильность на колоссальном пространстве наших стран. Во время своей пресс-конференции Никол Пашинян также затронул вопрос о российских пограничниках в аэропорту Звартноц в Ереване, которые, по его словам, должны будут покинуть объект до 1 августа. Некоторые российские эксперты считают, что данный жест пока имеет скорее символический характер. А вот военный эксперт Игорь Коротченко ставит логичный вопрос. Почему нельзя развивать отношения с Западом и с Россией одновременно, так как это делают в Азербайджане? Интересно, что в Армении часто пугали Россию, что сближение с Азербайджаном и Турцией может обернуться для Москвы большими проблемами. Но на деле все получается наоборот. Нам все время говорили, что в нашу спину Россию воткнут Турция вместе с Азербайджаном. Получается, что визит не шусть, а супер успешный. Визит Путина в Турцию. На этом фоне, видимо, еще Армения начала процесс свертывания российского пограничного военного происхождения. Прекрасно понимает, что в нынешнем мире, ну, как говорится, надо крутиться. Вот и не крути за счет того, что ты хочешь воркнуть нож в спину России. Пашинян клюнул на удочку с жирной западной приманкой, где роль главного рыбака играет Франция. В российском МИДе заявили, что в Ереване не осознают истинных намерений французских покровителей, а также рисков от расширения их военного присутствия в регионе. Она именно полагает, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении. Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были контрактные обязательства, и где она обязана была это делать, так как за это получала деньги. Это африканский континент. Миссии Франции в этих странах с треском провалились. А вот Москва имеет реальные рычаги. Российские пограничники и 102-я база в Гюмри – символы Российско-Армянского Союза. И кто бы что ни говорил, а это реальная военная сила, которая влияет на безопасность регионе. Трудно говорить о наличии какой-то реальной альтернативы взаимодействию с Россией. Едва ли кто-то из западных стран возьмет на себя функцию гаранта безопасности Республики Армении. А едва ли Армения может вступить, так скажем, в какую-то другую военно-политическую группировку. Коренной перелом в двухсторонних отношениях наступит, если Ереван официально поднимет вопрос о целесообразности нахождения всех российских пограничников, а затем и базы. И все же российские эксперты считают, что такое развитие событий в сложившейся ситуации, к сожалению, очень вероятно. Речь сейчас идет уже о том, что со следующего года полностью Армения перейдет на вооружение, поставляемое странами Запада. Это идет, конечно, вопрос о зачистке пограничников, потому что они считаются, что сейчас уже только приносят вред Армении, дискредитируют Армению. И это, безусловно, приведет к тому, что в ближайшее время, я думаю, где-то через месяц-полтора, может быть, даже раньше, будет уже официально изложена позиция в целесообразности закрытия военной базы в Германии. На неделю очередной клин в российско-армянские отношения попытались вбить в Европарламенте, где приняли резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата члена Евросоюза. В Ереване эйфория, но может наступить и период разочарования, но это будет позже. Ну какой ЕС, боже мой, в матросе-то бросят. Ну ладно, мы в матросе-то и бросили, как говорится, Богу с ним. За меня не хотят сделать таран для новой войны на Южном Кавказе. Вот в чем угроза. Главное. Плюс как на отпуске плаца даром. Европейская интеграция звучит красиво, но на деле страны годами ждут этой мифической интеграции. Турция уже на этом не раз обжигалась. Получается, что руководство Армении готово распрощаться с реальными дивидендами от сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС ради европейской мечты, которая может так и остаться избывшейся. Такие события оказались в центре нашего внимания на этой неделе. До встречи.